Эль Дальмар Вселенский и Домовой Старый дом спал, поскрипывая половицами. Домовой Фёдор, как обычно, сидел на крылечке и считал звёзды. Очень ему нравилось это занятие – считать звёзды. Фёдор набивал свою любимую вишнёвую трубку душистым табачком, закутывался в вязанный клетчатый плед – подарок бабушке, и так сидел до рассвета. Рассвет всегда наступал раньше, чем заканчивались звёзды. Особенно много хлопот было с Млечным путём. Звёзды толпились так густо, будто в кассу за театральными билетами. «Что же за представления там дают?» – думал Фёдор, оглядывая дымчатую извилистую ленту, протянувшуюся через всё небо. А театр и Домовой знал от призрака оперы. Тот как-то заглянул по случаю на огонёк, повидаться с призраком бабушки Фёдора, своей давней приятельницы. Но не застал. Призрак беспокойной старушки отправился к тёплому морю погреть старческие косточки. «Раз в сто лет такой случай выпадает. Оказаться на гастролях в ваших краях...» Огорчённо вздыхал призрак оперы, уплетая пироги с брусникой по бабушкиному рецепту, до которых был очень охоч. Только Васильевна умела печь такие пироги. А затем до рассвета рассказывал Фёдору о театре, о спектаклях и актёрах, и даже пел свои любимые сольные партии. С тех пор домовой Фёдор заболел театром. Но до столицы было далеко, да и дом, опять же, на кого оставить. Непоседливый призрак бабушки вёл свободную жизнь. То навещал старых друзей и подружек, то грелся у моря, то подолгу наводил порядок в каком-нибудь старом заброшенном замке в горах. У Фёдора скопилась уже целая пачка открыток с красивыми видами и с кратким письмецом на обороте каждой. И с неизменной припиской в конце, с массой ятей. «Не забывай плед, дорогой! Рассветы нынче свежи! Целую, бабушка!» Фёдор вздохнул, плотнеев завернулся в плед и выпустил замысловатое колечко восьмёркой. Полюбовавшись, как тает прозрачный дымок, домовой вновь принялся за подсчёт звёзд. «Пять триллионов триста восемьдесят шесть! Ах, ты опять сбился!» Звёзды иногда падали. Фёдор знал, что время от времени каждая звезда становится призраком и покидает свой дом, отправляясь в путешествие. Вот и сейчас. Звезда чуть левее Млечного Пути сорвалась и, прочертив ослепительную дугу, скрылась за баней в конце огорода. И в тот же миг оттуда раздался подозрительный шум. «Опять Викентий таз уронил!» нахмурившись, подумал домовой. «Викентий, старый летучий мышь, обитал в бане. Там спокойнее», — объяснял он Фёдору. «Вот упрямец!» — проворчал Фёдор, откладывая трубку и поднимаясь с насиженного места. «Сколько ему говорю, спи с комфортом!» И гнездо ему свил, и салфеткой кружевной устлал. Так нет, по старинке норовит, по-привычному, за потолок уцепившись. А стар ведь лапы уже не те, цепкость пошаливает. Вот и шлёпается со сна, с шум среди ночи поднимает. «А мне ходи, порядок наводи, от дела отрывайся!» «Порядок наводи, от дела отрывайся!» Повторил кто-то скрипучим голосом, и Фёдор подпрыгнул от неожиданности. «Кто там?» Сурово сдвинув мохнатые брови, спросил он темноту за баней. «Я там!» — ответила темнота. «А чего прячешься? Иди сюда, поговорим!» «А не испугаешься?» — осторожно осведомился голос. «Я? Я домовой! Меня самого все боятся!» «А я Вселенский! Меня тоже все боятся!» И на освещенную луной дорожку из темноты шагнула нелепая тощая фигура. «Не вижу, чего бояться надобно!» — проворчал Фёдор. «Ступай сюда, ближе! А я лампу зажгу!» «Не беспокойся!» В тот же миг странная фигура оказалась рядом с крыльцом, и вокруг разлился зеленоватый свет. «Ой!» — сказал Фёдор и шлепнулся на ступеньку крыльца. «Вот видишь! Обещал не пугаться!» Укоризненно покачал головой ночной гость. И вдруг закрыл треугольное лицо ладонями с перепончатыми пальцами, и плечи его мелко затряслись. «Ох ты!» — засуетился Фёдор. «Ты... не реви, не реви! Не корова чай! То от неожиданности со мной испуг приключился! Откуда ж ты такой взялся-то? С неба свалился, что ли? В дом пошли пирогами угощаться! С лица воды не пить! Ох ты, батюшки, упаси, сохрани! Не-не, это я не тебе, это я сам с собой! Пошли, пошли, гостем будешь!» «А ведь я мечтал артистом стать!» Изливал душу гость, держа в трёх руках по куску пирога, а в четвёртой большую чашку чая. «Да ликом не вышел! Пришлось стать инспектором вселенским, за звёздным порядком следить!» «Тебе хорошо за порядком следить, Пафнутий! Вон рук сколько! А тут с двумя попробуй, правься!» Завистливо вздохнул Фёдор. И спохватился. «Артистом?» Добрый час, подперев щёку, слушал домовой Фёдор рассказ вселенского Пафнутия. Звали его, конечно, не так, но Фёдор при всём старании не смог повторить правильное имя. Этот набор звуков мог бы, вероятно, повторить Пересмешник или мышь Викентий. Но Викентий с Пересмешником видели десятые сны, и пришелец, махнув руками, легко согласился на Пафнутия. Он рассказывал о звёздах, о планетах, на которых побывал с инспекцией, о странных мирах и необычных существах, о туманных скоплениях, взрывах и чёрных дырах, и о многом другом, таинственном и непостижимом. Фёдор слушал и ахал. Ну и немного завидовал. Вот бы там побывать. Такая интересная у человека служба, а он мечтает быть артистом. — Нежно артистом, — недоверчиво переспросил домовой. По телу Пафнутия опять пошли зелёные пятна, а огромные глаза подозрительно заблестели. — Именно артистом! Он всплеснул руками, вылив на себя чай. — Извини, опять разволновался. Я знаю все роли, всех известных пьес, всех обитаемых миров, и вашего Шекспира знаю. — Шекспира? — удивился Фёдор. — Мельника с Ивановки, что ли? Такого вроде шепеляром позвали. Он с детства шепелявит, язык прокусил, когда с дуба свалился. — Ты не знаешь Шекспира? — гость вытаращил на Фёдора и без того огромные глаза. До рассвета шло представление. Страстно молил возлюбленную о свидании Ромео. Бедный Гамлет трагически заламывал руки. Прекрасная Адилия заливалась слезами. И неважно, что Джульетта обвивала возлюбленного четырьмя руками, а король Лир был изрядно зеленоватого оттенка. Фёдор этого не замечал. Он страдал вместе с героями, радовался и плакал, замирал и закусывал губы в отчаянии. И отбивал ладони, восторженно аплодируя после каждой сцены. Наконец, раскланившись в последний раз, герои вновь соединились в Пафнутия. Домовой Фёдор вытирал слезы и был невыносимо счастлив. Счастлив был и Пафнутий. Это был его дебют. И какой дебют! — Ты великий актёр! Обнимая Пафнутия, говорил Фёдор, и голос его дрожал. — И Вильям Шекспир великий, и Ромео великий, и Джульетта, и принц Датский тоже великий! — Ну, не реви, не реви! — приговаривал Пафнутий и гладил Фёдора по всклокоченной шевелюре. — Не корова, чай! А потом они долго-долго прощались. — Прилетай! — с жаром говорил Домовой. — Я ждать буду. Каждый вечер. Пирогов напеку целую гору. — Прилечу. Непременно прилечу когда-нибудь! — горячо обещал Пафнутий, потрясая амбарной книгой, в которую Домовой каждый день записывал количество звёзд. — Буду всем тебя ставить пример. Ты самый старательный звездочёт во Вселенной! — А разве кто-то ещё любит считать звёзды? — удивился Фёдор. — Конечно! А если не считать, то просто любоваться! Во Вселенной так много мечтателей! Но таких пирогов с брусникой нигде больше нет! Нехотя занимался рассвет. Домовой Фёдор сидел на крыльце, закутавшись в плед по самый нос, и смотрел вслед маленькой звёздочки, пока та не скрылась в лучах восходящего солнца. И думал, что рассвет нынче и впрямь свеж, и ветрен. Ведь это же от ветра слезятся глаза, верно? Текст читал Роман Кулешов Запись создана в 2018 году в рамках проекта «Фанатека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных. ПОДПИСЫВАЮТЕСЯ